Приветствую вас, давайте разберемся с тем, что вы написали. В последнее время пишите вы примерно с годом, замечаю, что у меня постоянно вырастают препятствия на пути к отношениям с мужчинами. Сразу хотел бы сказать вам о том, что, как правило, здесь очень большую роль играет страх. Страх, к примеру, перед, ну, собственно, отношениями, то есть вы можете бояться, бояться того, что, ну, бояться того, что, например, будет, если вы сблизитесь, допустим, с мужчинами. То есть вы можете бояться, вы можете опасаться этого и так далее. То есть это, конечно, конечно, не точно, безусловно, я надеюсь, вы понимаете, что это не точно. Вот, но, тем не менее, момент здесь, он такой. То есть вы по какой-то причине, по какой-то причине можете, значит, бояться выступать в отношениях с мужчинами. Вот, по, значит, ряду причин. Вот, по каким причинам это нужно выяснять, да? Я, как бы, именно в контексте работы с вами. Вот, это, значит, такой момент. Далее, значит, препятствия могут быть результатом вашего неудачного опыта, который вы получили. Взаимодействие, взаимодействуя с человеком. Вот. Что-то есть вот, ну, некий опыт, да? Возможно, есть некий опыт, который вы в силу ряда причин интерпретировали для себя как очень-очень-очень и очень негативный. Вот. И, соответственно, вот приняв этот опыт так, вы, соответственно, теперь уже боитесь боли. Далее, что-то заключается в том, что вы испытываете данную проблему не всю жизнь, а она, эта проблема с вами только лишь определенное время. То есть, что-то в вашей жизни поменялось, что-то в вашей жизни спровоцировало появление такого, значит, ну, такого симптома, да, такой проблемы. И, соответственно, здесь очень важно проанализировать, что конкретно с вами произошло. То есть, вы говорите, что последний год, соответственно, что-то вот в последнем, последний год у вас в жизни произошло такого, да, что, соответственно, спровоцировало наличие препятствий. Далее, очень важно то, каких мужчин вы выбираете вообще для отношений своих, то есть, кто это за мужчина, к примеру. Вполне возможно, что вы выбираете себе, ну, в той или иной степени, да, целенаправленно вы выбираете себе таких мужчин, которые не могут строить серьезные отношения, не способны это делать, к примеру. Боятся, опасаются неуверенность в себе, либо еще какие-то есть моменты, которые делают ваши отношения невозможными. То есть, эта история, она вот такая. И, в целом, если вы хотите получить ответ максимально такой корректный, да, то мне кажется, что правильнее было бы подробнее, ну, вот, подробнее рассказать о себе, да, подробнее рассказать о том, что конкретно вы делаете, как конкретно вы делаете, то есть, как вы выстраиваете отношения с мужчинами, что конкретно вы им, например, предъявляете, да, вот, это все будет крайне-крайне полезно, так, если мы, например, с вами будем работать, да, но не обязательно я, а вообще, если вы будете работать с психологом, да, то нужна будет вся эта информация, вот. То есть, системно вы какие-то допускаете ошибки, которые отдаляют вас от того, например, что вы хотите. С другой стороны, ситуация может, в том числе, заключаться и в том, что вы видите в мужчинах сразу мужчин, это, конечно, из области гадания, но, тем не менее, тем не менее, вы можете видеть в мужчинах сразу мужчин, хотя, на самом деле, видеть в мужчинах сразу мужчин, на мой взгляд, нельзя, потому что это очень атаковать людей друг от друга, то есть, вы перескакиваете сразу, делаете попытку перескочить, делаете попытку перескочить через несколько ступенек, вот. в отношениях, вот, и человек, вполне возможно, просто не готов вступать с вами в те отношения, которые хотите вы, вот. То есть, опять же, очень важно проанализировать то, как вы себя, в отношениях позиционируете, да, что вы делаете, и, собственно, делаете ли вы вообще что-то. ну, я имею ввиду, что это такое, вот, что-то такое, корректное, вот. То есть, это, в целом, тоже, а, очень важный момент, это очень важная история. В целом, если я ничего не забыл, сейчас посмотрю, так, растают препятствия, да, ну, какие препятствия, как вы воспринимаете мужчины, у нас всегда же просто возникает так, что у меня не получается. очень похоже, очень похоже на страх с близостью, очень похоже на то, что вы, вот, боитесь сближения, вот, боитесь боли. Как правило, человек боится сближения, когда у него есть некоторые проблемы с личными границами, вот. то есть, ну, если, у человека, непростроенная личная граница, то он, может, бояться сближения, потому что ему будет сказаться, что все против, все против него, что его хотят подчинить, подчинить, да, ну, либо сам, либо сам будет пытаться, значит, подчинять. То, конечно, вряд ли, очень вряд ли, пойдет на пользу. Вот. Вы на, вы на сайте не первый день, если я правильно понимаю, да, вы зарегистрированы в 15-м году. Вот, вы уже задавали вопросы, все вопросы у вас по психологии, причем у вас, а, есть ребенок, но почему-то, вот, судя по всему, проблемы определенные вас беспокоят. Уже давно, вот, и не очень понятно, а почему вы не обращаетесь к психологам, за полноценной, полноценной консультацией, да, и работой. Ну, вот. Тут у вас и навязчивость, и неуверенность в себе, и в страхе. Вот. Поймите, пожалуйста, что не все вопросы можно решить в рамках публичного ответа на публичный вопрос. Найдите время, средства для того, чтобы получить, получить все-таки индивидуальную консультацию, да, и раскрыть, наконец, все свои проблемы, решать вот так вот точечно те аспекты, ну, которые вы сейчас пытаетесь решить. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду оттануть. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.